7.19 на наших часах. Это программа «Наше утро». Мы продолжаем в студии Марины Геств, Дмитрий Солдатов. Марина, вот не с пустыми руками сегодня, с пригласительным в кукольный театр. И нам дозвонилась Мария прямо сейчас. Мария наверняка знает правильный ответ. Доброе утро. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Мария, мы прямо сейчас еще раз покажем калаш. Это персонажи произведения Корнея Чуковского. Что за произведения и с каким персонажем связаны? Эти все животные, насекомые, пауки. Ну, я думаю, это приключение Бибигона. Да, это абсолютно правильный ответ, Мария. Я буду аплодировать Марии и поздравлять. Мария, скажите, а вы читали же наверняка это произведение, да? В детстве, да, читала. А теперь у вас будет возможность его посмотреть в театре кукол, потому что именно на этот спектакль вы выиграли приглашение на троих человек. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Очень рада буду показать его детям. Хорошего дня вам и отличного настроения. Всего доброго. Друзья, мы будем продолжать двигаться дальше. У нас горячая тема для обсуждения впереди. Как вы все прекрасно знаете, 22 июня во время грозы в Челябинске загорелся многоквартирный дом в Залесе. Пламя охватило крышу трехэтажного жилого дома после удара молнии. По данным МЧС, площадь пожара составила 780 квадратных метров. Там разрушена крыша над двумя подъездами. Вот, посмотрите кадры с места событий. Почему молния ударила именно в этот дом, давайте разбираться. С нами на связи Сергей Захаров, директор компании «Электрочел». Сергей, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе. Сергей, скажите, в Залесе на домах есть молнииотводы? Ну, не знаю. Это как бы не в нашей компетенции. Проверять, наверное, это все-таки в парке, наверное, МЧС. Ну, а как вообще сам по себе работает? В принципе, прежде всего, как бы, это инстанция этой службы, которую проверяют наличие молниезащиты, комплекса молниезащиты на этих домах. Скажите, как сам по себе работает молнииотвод? Когда он есть? Мы предположим, что он там был. Ну, это, во-первых, инженерно-техническая система, которая позволяет принять на себя разряд и безопасно отвезти его в землю, исключая поражение электротоком, ну, импульсами вот этими людей и, соответственно, исключить пожар того здания, которое мы признаны защитить. А в каких случаях вообще устанавливаются молнииотводы? Они на всех домах должны устанавливаться? Или есть какие-то вот определенные дома? Может быть, от этажности дома зависит или еще от чего-то? Ну, как правило, они устанавливаются на тех зданиях, сооружениях, где появляется массовое скопление людей. Это комплексы торговые, то есть те здания, которые, где находятся люди по большей части. Ну и, как правило, это закладывается на стадии проектирования, проектируется при сдаче дома, соответственно, проверяется комплекс защиты, молния защиты. Вот вы говорите, где большое скопление людей в торговых центрах и так далее. А что, вот на обычных домах разве нету? Там пятиэтажки обычные, девятиэтажки, где люди живут, там же тоже огромное количество людей. Нет, ну, если это предусмотрено как бы проектом и определенными СНИПами, строительными нормами, правилами, то они должны там располагаться. Как правило, они комплектуются, да, жилые дома обязательно комплектуются в обязательном порядке, потому что там проживают люди. Сергей, вы можете говорить чуть погромче, потому что вас плоховато слышали? Могу, могу, да. Скажите, можно ли было как-то предсказать тот момент, что молния ударит именно в этом районе? Не обязательно там в этот дом, но что именно в этом районе это случится? Ну, есть какие, есть определенные, ну, это, во-первых, природные явления, да, и есть какие-то определенные параметры возникновения в определенных местах вот этих разрядов. Молния защита, она бывает двух типов, пассивная и активная. Вот активная молния защита, она как раз призвана к тому, чтобы опередить вот это событие и постараться его сделать управляемым. Вот и... В каких случаях можно сделать подобное явление управляемым? Вот именно эта активная молния защита, которая, ну, этим занимается. Она предупреждает это событие, когда возникает в воздухе определенный разряд. У нас в Челябинске активная молния защита где-то установлена? Применяется, да, применяется. Ну, по большей части это европейская система. У нас вот эта стандартизация Ростехнадзором не принимает эти вещи. У нас традиционно пассивная молния защита применяется. Это, по сути, проволока, которая растягивается по крышам зданий. И, соответственно, ну, если ударяет молния, она ее тогда отводит. А активная молния защита, она ее принимает, создает, как бы, ну, предупреждает это действие. Сергей, то есть, как я понимаю, молния отвода и молния защита, о которой вы сейчас говорите, это одно и то же, правильно? Это одно и то же, да. Молния защита – это система мероприятия. Молния отвода – это один из элементов. То есть, молния защита состоит из молниеприемника, молния отвода и заземления. То есть, это три основных элемента, которые входят в молнию защиту. Когда молния попадает, вот в данном случае, в дом, в залесе, какой разряд она с собой приносит? Потому что люди, которые были там, комментарии, вот я читала, тех, кто потерпел, потерпевших, они говорили о том, что, когда прошла молния, ощущение, что их прямо вот самих жильцов перетрясло, как будто через них она прошла. Это высокий импульс, ну, порядка 200 тысяч вольт возникает, вот напряженность такая. И, судя по всему, человек может выдержать подобный импульс? Ну, если через человека пройдет, ну, бывали случаи, выдерживали. Скажите, Сергей, а с каким радиусом нужно устанавливать молнии отводы для того, чтобы молнии отводы работали? Ну, вот, опять же говоря, про активную и пассивную молнию защиту. Да, вот у активной молнии защиты у нее есть определенный радиус, с которым она работает. Принимая ее и, как бы, поглощая и принимая на себя. То есть, у нее очевидный плюс именно в том, что у нее большой радиус действия. И она, соответственно, устанавливаясь на одном из зданий, она может защищать комплекс зданий. То есть, вплоть до 100, в диаметре до 180 метров, она может защищать, как бы, вплоть до того, что и площадки детские, и те здания, которые находятся в округе нее. А пассивная? А, пассивная, она защищает именно то здание, на котором она находится. Ну что ж, спасибо вам большое. При условии, что еще в эту защиту она попадет. Может, получится так, что она и не попадет, и отвезти не получится. То есть, какие-то края остаются незащищенными, и может так получиться, что, имея комплекс молнии защиты, она может не защитить. Во всяком случае, производители активной молнии защиты, они ссылаются на то, что в 95% она защитит ваше жилище и тот объект с радиусом действия, которым она предназначена, в 95%. Сергей, спасибо вам большое. Спасибо большое за то, что сегодня вышли с нами на связь. С нами на связь был директор компании «Электрочел» Сергей Захаров. Да, ну действительно, ситуация очень тяжелая, когда люди просто, в прямом смысле слова, остались без крыши над головой. Но, ты знаешь, я вот тоже читала очень много комментариев и очень много отзывов по этой теме. Хорошо, что жители из соседних домов, они предложили... Конечно, переночевать, кому-то помощь. Да, расположить часов. И это правильно. Друзья, мы будем продолжать дальше. Прямо сейчас обратимся к синоптикам и узнаем, какая погода нас сегодня ожидает за год.